Накануне Дня физкультурника и в день начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро приезд в 25-кратных чемпионах страны и 8-кратных обладателей Инцкубка Европейских Чемпионов стал своеобразным подарком не только для полевских любителей волейбола, но и для всех ценителей спорта и приверженцев здорового образа жизни. На встрече присутствовали заведующий отделом физкультуры и спорта администрации ПГО Светлана Кожанова, председатель Полевской Федерации Волейбола Юрий Малухин, глава Полевского городского округа Александр Ковалев, депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников и представитель губернатора и правительства Свердловской области в Законодательном собрании Виктор Бабенко. Мое, например, знакомство произошло в 81-й год, когда открыли Екатеринбург и приехали в Кубинки играть. В 81-м и 82-м я так вот, да, я так вот так. И когда первый раз, это было в РЦ спортов профсоюзов, еще мы там всем факультетам пришли и активно болели. И вот с того времени я боюсь за Уралочку многократных чемпионов и непосредственно видел, как Николай Карполь строил команду, устраивал. Ну, это было здорово. Для потрясающего поколения это очень нужная вещь, очень нужное мероприятие. Я хочу сказать, открыть секрет. Мы это сделали сегодня, как раз в канун открытия Олимпийских игр. У нас есть договоренность, что сразу после Олимпиады сюда приедут другие великие олимпийские чемпионы. Думаю, даже кого-нибудь из команды, которая сейчас представляет нашу страну в Рио-де-Жанейро, точно приедет Попов, точно приедет Сердинов, точно приедет Прилуков. Ну, это я пловцов называю, мы, конечно, кого-нибудь еще привезем. И обязательно у нас пройдут встречи с детьми, с детьми будет общение. Надеюсь, еще и сделаем, если вода будет в Этворце, проведем и мастер-класс, и такое сделаем. Сначала прошло представление молодежной команды, которая в этом году не только взяла золото чемпионата страны, но и кубок, в отличие от старших одноклубниц, которые завоевали серебро. А затем в режиме живого разговора каждый мог задать вопрос волейболисткам и их тренеру. Вопросы из зала следовали самые разнообразные, от задач на сезон и селекционной работы клуба до наболевшего допинга и перспектив сборной России на Олимпиаде. Очень много сильных команд. Если раньше было там Куба, допустим, Россия, еще кто-то, то сейчас Россия, Китай, Бразилия, они не всегда были, они последние годы только стали хорошо. Вот, то сейчас, на самом деле, команды подтянулись, и очень-очень сложно будет выходить в четвертьфинал, в полуфинал и, соответственно, в финал, потому что очень много команд, которые играют на одном уровне. У меня есть еще один вопрос. А есть ли у вас страх перед игрой? Если ты не будешь там волноваться и переживать, ты уже, наверное, тебе не будет так интересно, да, играть, что... А так, и выходишь на каждую игру, ты настраиваешься, и у тебя есть всегда определенное волнение. У кого-то может быть больше, у кого-то может быть меньше. Но потом, с началом игры проходит там одна партия, у кого-то тоже, опять же, как... И это волнение перерастает в адреналин какой-то, и в желание победить. Напоследок волейболисток пригласили проводить тренировки на лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, где для этого созданы все условия. А также была проведена автограф-сессия и сделано коллективное фото на память. Я думаю, что детям, на самом деле, это интересно, посмотреть вообще на игроков сборной команды, на игроков Уралочки. Чтобы они знали, что есть, на самом деле, такая команда, и что... Ну, у нас, на самом деле, очень дружная команда. Девочки все очень между собой дружат, несмотря на возраст там. Когда дети тренируются, они своих кумиров и легенд видят только по телевизору или где-нибудь слышат их, там, по радио или еще что-нибудь. А вот такие живые встречи, чтобы дети посмотрели и, в первую очередь, поняли, что такие же обычные люди, только они, наверное, чуть больше тренируются. Они чуть больше тренировались и достигли таких высот. Конечно, талант – это очень хорошо, но без тренировок ничего не получается. Поэтому вот такие живые встречи мы старались организовать. Ну, и организовываем. Ребята смотрят просто простыми глазами, можно даже потрогать, поговорить. Это очень важно для того, чтобы понять, что звезды не изначально рождаются, а ими становятся благодаря спорту, благодаря труду. И сегодня вот именно такая беседа без галстуков, спокойная. И общение. Вот сначала было у нас в зале, сейчас мы думаем, что если погода позволит прямо на волейбольной площадке, и мастер-класс проведут, и сыграют даже молодежная сборная, которая чемпионы России с нашими ребятами. Просто даже пообщаться, потрогать друг друга – это здорово. И это, ну, настоящий стимул для молодого поколения. Затем делегация проследовала в детский оздоровительный лагерь «Городок Солнца», где всех прибывших, несмотря на ненастную погоду, ждал радушный прием и обширная культурная программа, включившая в себя как экскурсию по лагерю, так и праздничный концерт, в котором даже поучаствовали и сами волейболистки. Я, я, ракета, полетела в космос, полетела в космос. Раз – стыковка, два – стыковка, а вокруг планеты – солнце – рула. В заключении отдыхающих в лагере детей ждал обещанный мастер-класс от волейболисток молодежной «Уралочки», а также раздача автографов, совместные фотографии и селфи со спортсменками. Максим Исаенко, Константин Миронов. Новости. Твой день.